всем привет ребята увлекающиеся аудио в общем то я в некоторой растерянности потому что недавно прошла hi-fi хайнд выставка где демонстрировались совершенно различные компоненты очень классные но так получается что это невозможно показать то есть да классно было всем прийти туда и послушать но проблема в том что не каждый может себе позволить например вот туда доехать 110 20 тысяч туда-сюда до москвичи понятно что могут это все малой кровью там еще жалуются что им 500 рублей жалко не там по 20 тысяч получился одна поездка только и все вот это вот разбивается о тупой тупость авторского права ну то есть просто бред какой-то то есть реально вот я заснял что происходило на выставке я из этого ничего не могу выложить вчера делал видео я его делал три часа потратил три часа времени монтировал там так далее я выкладываю на youtube и его блокирует и вот тут же блокирует во всем мире потому что там прозвучала отель халифорния еще какая-то фигня там и как бы и все ну я же не транслирую музыку я просто показываю дай ну блять должна какая-то вот логика быть в этих вот блокировках я же не то что включая послушать я показываю просто аппаратуру какая разница там ну включили этой обидно конечно очень очень много времени потрачено и вот например а николай ткаченко он записывал всю выставку и вот как он это выложит у него классно записано он сейчас начнет выкладывать сейчас такая же фигня пойдет что все начнется блокироваться но это обидно просто обидно поэтому получается что начинаешь рассказывать не верит начинаешь показывать говорят да вроде вот вчера когда выложил 26 человек успела посмотреть пока google не прочухал и не забанил это видео но соответственно мне там предупреждение прилетели сразу поэтому я говорю ребята вот фишка такая что если я просто рассказываю да google размещать свою рекламу он всегда ее размещает и что-то даже мне капает это прикольно потому что я могу что-то там как-то на развитие канала кинуть но когда я выкладываю хоть единственный там мизерный там на 30 секунд на 20 секунд какой-то видеофрагмент даже на 10 секунд то все все напрасно google рубят все обрубать поэтому я говорю поддерживайте канал это же не просто так потому что по-другому и вот все сводится к тому что у всех становится контент хуже 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 например та же самая фигня происходит с видео ну то есть вот расскажешь про видеофильм да ну логично хотя бы показать рекламный ролик который везде показывают да нельзя блокирует вот я помню 6 часов монтировал видео про различия между 9 форматом и blu-ray форматом и включал там отрывочки маленькие да причем даже не отрывочки а из рекламных роликов этом включал по моему все забанили нельзя это но это вот такая тупость просто невероятная то есть докатились до того что вообще ничего нельзя то есть что если вы хотите сделать контент вы сядьте сами придумайте песню сами спойте еще кто-то должен мучиться ее слушать да чтобы фоном там что-то играла а вот прошла выставку вы не можете это отсветить поэтому вот эти вот все в основном как бы репортажа не настолько ущербные то есть они ненормальные то есть на самом деле вот такие моменты нельзя просто осветить да или банят и понимаете вот скажется выкладывает ну тут вы представляете вы знаете что вы сейчас будет час два три часа до монтировать а то и больше а гугли просто раз и забанят потому что что-то там фрагмент какой-то вот облагается авторским правом все ну смысл в этом никакого нет поэтому контент такой вот становится ущербный на ютубе и ничего с этим не поделаешь вот ну теперь вот после вот это вот взлияние я хотел перейти к следующему моменту в общем то я на выставке слушал ямаху ns 5000 с в сетапе в топовом мощник и ямаха 5000 м пред 5000 си 5000 и сидишник 3000 я послушал музыку да и был недоволен было непрозрачно это для такого уровня аппаратура я считаю абсолютно недопустимо вот я сделал вывод что виной всему тряпочный зайлон в че сачи и н че все тряпка и это было слышно и я пришел зашел и раз так и сразу очень неприятно был удивлен да кто хочет сказать что это нормально ребята это не нормально зайдите в файн аудио там кто ходил там лучше как держи били играли где пока лутопия играли где bovers and wilkins играли где пен аудио играли везде было прозрачно понимаете это не нормально абсолютно нормально но мне ребята сказали что а ты слышал собственно оригинальную запись может там оригинальной записи то было бы такая так себе и мне прислали эти файлы и действительно я включил наушниках и услышал что да конечно она не аудиофильная она такая очень так посредственная скажем так но я включил на своем сетапе и у меня также колонки ямаха только нормальные колонки которые делались хорошо у меня ямаха тысяч и ns 1000x огромные бериллиевые купола с ч в ч а н ч там уникальные пластиковые динамики из лепестков чтобы не было резонанса ну очень круто они придумали конечно слов нет шикарнейшая акустика она на вот на уровне на выставке на уровне самых лучших образцов вполне без проблем поиграла так вот ребята я включаю ту же самую запись которая играла на ns 5000 и я про себя думаю вдруг запись плохая вдруг все-таки ns 5000 я все-таки на них надеюсь ну что не может такого быть вдруг она классная включает и нифига я включаю мне сразу прозрачность воздушность как бы ну запись слышно что там не фонтан да ну не аудиофильная скажем так не для вот этих вот сборных но она прозрачная она классная запись как бы ну на моей аппаратуре да усилитель у меня топ-хай-энд этот динод поймается один десять тысяч долларов был в ритейле то есть это не в записи дело это вот именно как я определил зайлон и вот зайлон к сожалению да что-то не то вот такое вот расстройство получается честно говоря вот выставку обозревать только расстраиваться потому что какие-то вещи понравились конечно но они так очевидны да что фокал утопия не понравится это на дочь постараться или там какие-то вещи мне больше трилкин 702 понравился очень музыкальный пин аудио монитор аудио вот эти вот недорогие относительные дорогие для меня это дорогие но с вами с тем что там было это были самые дорогие это понравилось то есть там были какие-то такие классные модели которые прикольные но вот здесь вот конечно промах вышел я прям в этом плане расстроен и расстроен еще тем что невозможно это показать и ладно мне никому это невозможно будет сейчас начнется вот эти баны 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 я сразу скажу что фрагменты где отель халифорния сразу выкидываете это все все видео в помойку уйдет и второе мне еще там тоже прислали предупреждение не помню название тоже как бы вляпался в общем ребят ладно от грустного перейду в более веселому я с удивлением читая сайт стерео.ru или youtube не помню канал удивился что люди не знают что вот это такое да что такие пластиночки вот были какие пластиночки шли с журналами это тоненькая такая пленочка или вот у разных рок-групп типа там кино научился так далее еще были песенки где в тексте фигурировала музыка на костях но это имелось ввиду буквально не вот ну примерно вот это же то есть брали так называемую музыку на костях это брали снимки флюорографии и на них нарезалась пластинка вот она круглая она могла быть и квадратная нет никакой разницы потому что там все равно круги были потом в палатках частных предпринимателей вот эти устройства стояли можно было из каталога выбрать какую песню хотите записать и вам записывали вот и здесь вот как раз вот какая-то музыка как раз вот в ларьке на базаре была записана а а я уже вот я вижу изгалялся и у меня своя группа была скелетер сыграли треш металл и вот здесь вот типа песня hell of a spirit там была такая песня нарисовал и писал песню здесь конечно какая-то другая песня не hell of a spirit вот но это просто пластиночки они отличались низкой качеством записи на просто в то время это было просто прикольно интересно можно было поздравить на открытку записать это было прикольно понимать она гибкая она мягкая можно положить письмо и и отправить ее не жалко она там ну стоила я не помню 10-15 копеек будут все действие стоило ну то есть вообще классно вот это вот такие вот были прозрачные пластиночки видите они гнутся кругляш это я сам вообще не без кругляшек конечно иногда они вкладывались как открытки в такую картонную упаковочку с журналами разными шли ну ребят на этом наверное данное видео завершаю пока до новых встреч я надеюсь как настроение вернется я как бы более что позитивное напишу но реальность такая увы все хуже и хуже все сложнее и сложнее какой-то контент делать тем более про аудио или про видео ну все банится блокируется через ужас нравится канал поддержите всем пока